Добрый вечер. Много тем у меня есть, которые мы с вами хотим обговорить, и как представителям партии, и как представителям Центрального городского районного совета. Вы уже были у нас в программе, говорили о том, что работаете на крупном промышленном предприятии. Прошло определенное количество времени. Я хочу, чтобы вы сначала немножко вспомнили о том, как все начиналось, а потом рассказали, как все продолжается. Ну, наверное, напомним, да, напомните немножко о себе. Я депутат Центрального городского районного совета от партии Сыла Людей. Вот, баллотировался по 28-му округу. Это улицы Урицкого, Бажана, Вивальди, 10 лет Октября и улица Умниковая. Ну, сейчас некоторые из них уже переименовали. Поэтому остались только... Воспоминания. Да, воспоминания детские. Скажите, зачем надо вам политика? Ну, а кто кроме нас? Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Сколько у вас в районе от силы людей? От силы людей нас трое. Три человека. Вот чем каждый из вас занимается, если какие-то профили у каждого из вас? И вообще, вот насколько сейчас вы адаптировались к работе депутатой? Насколько удается уже использовать максимально эффективно время вашей силы депутатской? Ну, я состою в регламентной комиссии. Андрей Коваль состоит в комиссии по бюджету. И Юрчин, которая тоже состоит в комиссии по регламенту. Напомните еще раз вопрос. Насколько вот вы влились в работу? Насколько хватает сил и всевозможных других средств? Я не знаю, всего, что нужно для того, чтобы действовать как депутат? Мы сейчас, как бы, ну, по крайней мере, могу говорить за себя. Вот, за первый год, ну, в принципе, учился, как, ну, в работе депутата, как делать обращения, ну, какие есть механизмы, вот, и тому подобное. Вот, ну, провели кое-какую работу. Что еще можно сказать? Давайте тогда поговорим. Времени мало. Честно сказать, да. Потому что, ну, будучи работающей не на, скажем, если бы мы работали как депутаты на государство, получали деньги от этого, и был бы больше... А бы так больше было бы, я думаю, да. Больше было бы толку от нас, как от депутатов. Работы в каждом районе очень много. Поэтому так. А так получается, что... больше тратить времени на профессиональную деятельность, а больше заниматься депутатской деятельностью в таком формате, как это делают народные избранники. Ну, конечно, потому что, когда ты работаешь, скажем, как я, на заводе, получается, ущемляются права семьи. Потому что в свое свободное время я уделяю время не семье меньше, а... Ну, Алексей, скажите честно, вы же когда вот начинали этим заниматься, все так хотели стать депутатом, так стремились к этому. Поэтому иногда телезрители и избиратели не поймут, почему вы сначала так хотели, хотели стать на эту должность, а потом все вдруг начинают говорить, у меня нет времени, я на работе, не звоните мне, не приглашайте. Некоторые говорят меня в эфир, я очень занятый человек. Ну, как бы совсем меняется другая сторона. Ну, почему? Время есть, как бы, и, ну, работать... Я сейчас не про вас говорю, а в общем просто меняются депутаты после того, как приходят уже официально депутатами становятся. Ну, возможно, кто-то, я считаю, основная часть, допустим, депутатов, основная масса посещают, ну, работа депутата. Это ж не только, вот, скажем, как обращение. Это, в первую очередь, сессия, ну, рано делится, скажем так, на два уровня. Это сессия и, ну, голосование на сессии. Сессия раз в месяц, всего несколько часов. Ну, да, и плюс заседание постоянных комиссий. А, не сколько раз в месяц? У вас. Вот у вас, конечно, регламент. И в каждой сессии, да, у нас каждая комиссия... Но, помимо этого, у вас, наверное, большую часть времени занимают именно обращения, письма и все остальное. Или больше сессия занимают вместе с комиссией? Нет, ну, больше времени занимает, конечно, обращение. Потому что сейчас мы, ну, опять-таки, говорю за себя, что учился этому всему, то есть, составлению, как правильно... Алексей, дабы добавить немножко динамики в нашу с вами беседу, хотел вот поговорить о регламентной комиссии. Вы в ней работаете с самого начала того, как вы стали депутатом районного совета. Насколько изменился ваш регламент? Во-первых, это мой первый вопрос от того, что был. Какие наиболее важные изменения вы в него внесли? Ну, это было год назад, да. Были внесены изменения нами. Нам помогал институт политичной осветы. Ну, в прошлый раз я об этом тоже говорил. Да, были предложения. Стал наш регламент прозрачнее. Теперь, в принципе, любой может посетить заседание сессии. Интересно на сессии? На сессии бывает интересное, бывает горячее обсуждение. Нет, ну, ссор, как бы, таких не было особых, там, драк, как Верховная Радина. Хорошо, но я так понимаю, что один из еще пунктов в регламентной комиссии, это проверять то, насколько ответственно к своим обязанностям депутатским относятся депутаты, которые посещают вот сессию. А есть ли такие, которые безответственно прогуливают, не ходят? Ну, или вообще как-то вот... Есть ли какие-то персонали, которых вам приходится лично обсуждать на регламентной комиссии? Это конкретно вопрос нашей комиссии. Вот. И на прошлом заседании голова нашей комиссии, Миронов Александр Александрович, запросил устно у исполкома, значит, следующую документацию, ну, как раз по посещаемости депутатами сессии и заседаний постоянных комиссий. Есть прогульщики в каждой районной Раде, ну, насколько я знаю, после прошлой сессии мы общались, и заместитель главы Логвинов Сергей Валерьевич сказал о том, что у нас есть прогульщики, есть даже прогульщик, который не приходил на заседание около практически 80%. А каковы причины в данном случае? Меня, наверное, как и всех избирателей, интересует резонный вопрос. Пускай за это и не платят деньги, но он занимает чье-то место, вместо такого человека, который может вправе принимать решение. Какой его ответ на вопрос, почему он не ходит, и фактически почему так происходит? Ну, не знаю. Сейчас будет, получается, Миронов затребовал эту информацию. Я думаю, будем разбираться с такими людьми. А как вы разбираетесь? У вас всего-навсего районная комиссия. Что вы можете сделать? Вот согласно регламенту, согласно документации вашей? Согласно регламенту мы можем проголосовать и убрать такого, скажем так, депутата, злостного нарушителя, позбавить его, как это, прекратить его депутатские полномочия. Окей. Ну, партию хоть назовете нам, которую он представляет, и почему он не ходит? Не знаю. Не знаете? Хорошо, давайте тогда поговорим о том, что вы знаете, у вас есть ряд на столе всевозможных обращений, которые каким-то образом попадают к вам. Я не знаю, кто приходит с ними и когда, но вы нам расскажите, куда вы эти обращения несете, отправляете и что получаете за ответ? Обращаются люди по разным вопросам. Это и освещение, и дороги, и, скажем, люки, крыши, что еще? Система отопления, вот, допустим, по улице Лермонтова, дома 26-30, там трубы отопления, они идут воздушной трассой, и дни, получается, уже захудилась, так сказать, изоляция. Мною было написано обращение в Крирож-тепломережу, на что я получил ответ о том, что работы внесены в график ремонта на 2016 год. 2016 год через буквально полтора месяца заканчивается, успеют ли они сделать эти работы? Потому что таких объектов не только на улице Лермонтова, а и по другим частям вашего района и не вашего района тоже много. Ну, смотреть, да. А то, что уже успели, есть ли такие обращения, там, где вы написали, а кто-то сделал? Ну, не знаю, надо проверять. Нет, я имею в виду по другим темам. Есть ли такие обращения, на которые как-то кто-то отреагировал каким-то образом, не просто отпиской? Ну, нет, я еще не проверял те, которые делали обращения. А что у вас за обращения? Я смотрю, там такая немаленькая стопка, наверное, какие-то еще есть. Ну, сити-сервис по крыше дома, номер 26, тоже делал обращение. Ну, написано ответ о том, что будут, тоже сделают в 2016 году. Ну, посмотрим, если сделано не будет, будем, значит, приглашать этих руководителей на сессию районной рады. Будем задавать вопросы, почему не сделано. А можете им что-то вот сделать на сессии районной рады? Ну, я имею в виду в законном формате. Имеете ли какое-то влияние? Потому что мы сегодня вот обсуждали до вас с представителем районного совета металлургического, представителем в сфере ЖКХ. И она говорит, что вопрос в том, что частная компания предоставляет частному лицу услуги. Как депутат на это все может повлиять? Он обращается к частной компании, частная компания ему пишет отписку, сделаем. Не делает. Пишет еще раз, не успели сделать, сделаем. Вот кроме таких писем и отписок, можете вы еще каким-то образом в суд подавать, какие-то другие рычаги применять к этому? Не, ну, обязательно рычаги есть. Они должны быть, как бы, если... Человек обращается законно, он платит деньги за это, он должен получить и результат, ну, жители дома. Да, есть, конечно, там должники какие-то. Ну, эти все вопросы, я думаю, решаемы со временем. Ну, еще об одной теме хочу поговорить. Петиция. Это такая новая штука, новая, можно так современным языком сказать, фишка в большей части вашей политической силы. Потому что вы с помощью своих интернет-ресурсов достаточно так часто пиарите тему петиций. Иногда пиарите до такого уровня, что их принимает городской совет. Что из последних петиций ваша политсила вносит на рассмотрение? Сначала на сайт, а потом, и если все сойдется, и как вы хотите, и в зал заседания. Ну, это хороший инструмент, при том, что голосует Рада городского совета практически полностью, своим полным составом, то есть единогласно. хороший инструмент, да, ну, то есть общаясь с людьми, мы сами живем в этом городе, сами видим все эти несоответствия, допустим, и какие, вопрос по петиции Криворожгаза был, была петиция, петиция по... Почему это привело? Потому что приняли ее достаточно давно уже, ну, все согласны, да, что действия незаконны. А что дальше? Ну, в Горсовете, насколько я знаю, создана комиссия специальная, которая этим вопросом занимается. Ну, я думаю, спрашивать нужно с нее. Там же одним из условий петиции было написание писем и в НКРЭ, и в антимонопольный комитет. Ну, вопрос поднят достаточно серьезно. Вот. Петиция еще мне нравится по школам, по полное финансирование хозяйственных... Если можно, не все телезрители нашего канала знают вообще о петициях, и не все принимают участие в голосованиях. Вот я хочу, чтобы вы немножко детально рассказали, что это за петиция, и что с собой подразумевает, и, ну, как вы хотите улучшить жизнь? Ну, получается, в... Работает человек, да, он платит налоги государства. Эти налоги потом спускаются на все виды, ну, там, на школы, на садики, там, в больницы, да, то есть идет какая-то оплата, есть там какой-то кошек, то есть бесплатное... Ну, что, ну, предусматривает собой, там, бесплатное обучение, бесплатная медицина, да, вот... Получается так, что потом родитель сдает ребенка в садик или в школу. И в садиках, в школах есть фонды, которые родители опять потом сдают деньги, платят второй раз, то есть заплатили налоги, потом пришли в школу, заплатили... Садик, заплатили за ребенка, потом его сдали в школу, опять заплатили за ребенка. Эти деньги идут на ремонт школ, там, на окна, на парты, ну, это все должно... Я понимаю ваше негодование, вы мне расскажите суть петиции-то в чем? Ее же приняли? Чтобы не собирали деньги наличными люди в школах, а собирали средства на счет школы. То есть у каждого садика школы есть свой счет, вот... И с указанием, с целевым указанием, на что конкретно идет сбор этих денег. Ну, закон Украины-то не запрещает благотворительные взносы всевозможные в школе получать от родителей. А счет какой? Школьный или это родительский счет? Потому что есть петиция, той, которой вы говорите, это, конечно, хорошее дело. И то, что вы говорите, может, тоже неправильно, хотя я иногда не понимаю, где люди... Представляют себе, где должен заканчиваться Советский Союз и начинаться капитализм. Все хотят ездить на Мерседесах, получать бесплатное образование, отдыхать без виз. Ну, то есть мне непонятно, потому что Европа там вся в высших платных учебных заведениях. А у нас много людей обучаются на бюджетной форме. В Европе очень дорогая медицина, но мы стремимся туда, хотя не хотим за нее не платить никаких налогов и получать, ну, чуть ли, чтобы нас бесплатно лечили от всех болезней. Вот это вот специфика, в чем этого всего дела. Я понимаю, что городской совет принял эту петицию. Деньги наличным, то есть брать в руки купюру 20, 10, 5, 100 тысяч гривен в школе нельзя. Можно брать безналичным расчетом. Как теперь будет, вот по вашему мнению, вы же подписывали, наверное, такую петицию на сайте? Да, конечно. Вот по вашему мнению, как теперь будет реализован процесс всевозможных фондов школьных? Потому что иногда школьные фонды подразумевают собой какие-то дополнительные вещи, которые государственной программой в школе не предусмотрены. И родители собирают инициативную группу ввиду родительского комитета и хотят эти вещи приобрести. Не знаю, государством не предусмотрена в классе установка кондиционера, а они хотят приобрести. Школа не запрещает им его устанавливать. Вот как такой кондиционер, к примеру, теперь можно купить? Ну, не знаю точно всех механизмов. Ну, я думаю, что какие-то, допустим, скажем, изначально мелкие там, допустим, воды, да, воду детям там поставить большую баклажку для того, чтобы могли пить дети. Дети могут купить, принести сами. Но весь смысл в том, чтобы деньги родители, фонд класса, могут сами собирать. Ну, есть инициативная группа класса родителей. Они собрали, допустим, захотели отвезти детей своего класса в цирк, пожалуйста. Ну, а передача денег в школе для приобретения там чего-то, ну, то есть это уже должно идти четко по этому самому. Как вы думаете, вот исходя из этого, законодательство общеукраинское-то есть и все школы действуют согласно общеукраинскому законодательству. Фактически что-то поменяется? Ну, надеюсь. А что может поменяться в данном случае? Ведь деньги родители точно так же будут продолжать платить, потому что законом это не разрешено. И многие из них делают это по своей личной инициативе. Да, согласен. Существуют случаи, когда требует кто-то с кого-то. Но где и как и когда это не доказано, и такие вещи требовать антизаконно. Вот что может фактически поменяться при вот таких условиях? Вот к чему, для чего создавался вот такой маленький законопроект? Получается, скажем так, да, школы и садики затребуют себе обеспечение. Хозяйственное и все остальное. Ремонты, окна. Идет какое-то финансирование. Есть бюджет этого всего. Ну, скажем, бюджет образования. Правильно? Вот. И школы не затребуют, его полностью не исчерпывают. Идет экономия этих средств. На следующий год идет экономия эти средства, которые были сэкономлены, уже в бюджет. Ага, значит, вам столько не надо. Все, уменьшим бюджет. Вам хватает столько? То есть кому станет лучше в итоге? Ну, это как было раньше. А теперь? Теперь я слышал, что есть такой механизм. Я думаю, мы его найдем, просмотрим, проработаем. Как он работает, где это прописано в законе. Что, допустим, родители сдали деньги. Ну, есть бюджет, да. Определенные на школу были деньги. Если можно, у нас 20 секунд сдали деньги и? Потрачены. Ну, и эти, ну, то, что купили, допустим, родители, кондиционер там или парты, должно быть поставлено на баланс, да, школы, садика. И за счет того, что эти деньги были выделены дополнительно, они должны указаться, что было на школу потрачено больше денег. И за счет этого должно как-то увеличиться потом финансирование бюджета. Это наполнение бюджета. Я думаю, что телезрители разобрались в этих сложных схемах. Одно знаю точно, что интересная петиция, но как-то ее нужно донести. Донести до родителей, донести до учителей, до директоров школ. Потому что многие в замешательстве или совсем не будут собирать, или куда мы будем тратить эти деньги. Короче, вот на таком месте мы ставим даже не точку, а троеточие. Сегодня мы беседовали в прямом эфире проекте «Один на один» с Алексеем Пасновым. Это депутат от партии «Силы людей» Центрального городского совета. Пытались разбираться. Я надеюсь, что у нас получилось. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!